МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, 180! Ура! Новое развлечение городской молодежи. Что тут делаете? Гулял. Гулял? Так точно. В Ярцево задержаны подозреваемые в вымогательстве. Противник хороший, молодой, подвижный. Все здорово. Итоги открытого первенства по пляжному волейболу. А теперь об этих и других событиях подробнее. Открепительные удостоверения для голосования на выборах в Госдуму поступили во все территориальные избирательные комиссии области. Бланки имеют защиту от подделок и являются документами строгой отчетности. В наш регион их поступило 24 тысячи. Сразу несколько популярных сервисов онлайн-бронирования составили свои рейтинги самых недорогих для летнего экскурсионного отдыха регионов. Смоленск возглавил эти списки. Отметим, что по некоторым оценкам наш областной город способен принимать туристов в два раза больше, чем сейчас. На расширенной коллегии Следственного комитета области было отмечено, что уровень преступности в нашем регионе вырос. Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 12%. Как обстоят дела в Десногорском отделе МВД, выясняла наша коллега. В структуре Десногорского отдела МВД есть следственное отделение, в котором работают три следователя. За их деятельностью ведут надзор, прокуратура и процессуально-ведомственный контроль. Основная задача сотрудников отделения – это не только своевременное делопроизводство, но и соблюдение и защита конституционных прав и свобод человека, а также установление лиц, совершивших преступления и привлечение их к уголовной ответственности. О работе отделения за первое полугодие этого года рассказал руководитель Юрий Жуков. В производстве Следственного отделения МВД России по городу Десногорску за первое полугодие 2016 года в производстве находилось 95 уголовных дел, что на 14 уголовных дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суд с обвинительным заключением направлено 36 уголовных дел, что также на одно уголовное дело больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из наиболее распространенных видов преступлений по направленным делам в суд направлено 20 краж, одно мошенничество, два грабежа, одно хулиганство, три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и два преступления в сфере нарушений правил дорожного движения. Привлечено к уголовной ответственности 41 лицо. Из них одно лицо является несовершеннолетним. Уголовное дело направлено в суд для применения мер воспитательного характера к несовершеннолетнему. Приостановлено 17 уголовных дел, что на 7 уголовных дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб по совершенным преступлениям за 6 месяцев составил 1 миллион 192 тысячи рублей, возмещено 767 тысяч рублей. С учетом наложенного ареста в размере 270 тысяч рублей, возмещено 1 миллион 37 тысяч рублей. Следователи отдела несут ответственность не только за качественное и своевременное производство уголовных дел, но и за профилактику преступлений в Десногорске. Специалисты Россельхознадзора при проверке груза из Белоруссии выявили нарушение. 20 тонн молочной сыворотки следовало в Москву. На контроле было установлено, что согласно удостоверению качества, продукция выработана раньше даты регистрации декларации о соответствии. Груз вернули отправителю. На территории Смоленского региона начал действовать новый годовой лимит на отстрел зверей. Максимально в течение года, начиная с 1 августа, по области разрешено добыть чуть больше тысячи лосей, около 300 косуль, 300 благородных оленей, 92 бурых медведя, 9 лани и двух пятнистых оленей. Стрелять в кабанов строго запрещается. Во время летних каникул для молодежи, которая проводит время в городе, и для тех, кто уже вернулся в Десногорск с отдыха, волонтеры молодежного центра придумали интересное занятие. Это игра-поиск, а называется она «Бутылки Го». Все подробности в нашем следующем сюжете. Чтобы сплотить молодежь Десногорска и оторвать ее от компьютеров, сотрудники городского молодежного центра запустили новый проект. Все правила и требования игры-движухи «Бутылки Го» ребята придумали и разработали сами. Мы объявляем на видео ребятам, что закопаны три бутылки, в которых находится, соответственно, сертификат счастья. И оставляем кусочек карты, или видео оставляем, или под видео. По карте они должны сориентироваться, где эта местность находится, и, соответственно, свои команды выдвинуться туда на поиски этой бутылки. Они ее откапывают или находят, то есть мы не уточняем, они бывают по-разному спрятаны. И в бутылке, соответственно, они достают сам сертификат счастья, где написано, какой конкретно приз их ждет, где они и как его могут получить. Две игры уже прошли успешно. Все победители получили свои призы. С каждым днем желающих побегать по городу и поискать долгожданный клад становится все больше и больше. Некоторые участники даже помогают в организации третьей игры, которая набирает свои обороты. Ребята, мы вас очень ждем в нашей группе ВКонтакте «Движухи Десногорска». Участвуйте с нами во всех мероприятиях. Откапывайте вместе с нами наши бутылки «Го». Будьте вместе, будьте веселее. В данный момент на странице ВК «Движуха» зарегистрировано 230 участников. А это говорит о том, что игра интересна для молодежи и становится популярной. А сейчас криминальные новости. Сотрудники уголовного розыска «Десногорска» на территории гаражно-строительного кооператива задержали мужчину 1984 года в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят пакет с растительным веществом. Экспертиза установила, что изъятая является наркотическим средством. Маковая соломка в значительном размере. По данному факту проводится проверка. 3 августа на шестом километре автодороги «Десногорск-Укуевка» в районе поворота на профилактории «Лесная поляна» произошла авария. Около 18.35 неустановленный водитель на машине «Фольксваген Пола» серебристого цвета наехал на пешехода 1982 года рождения, который двигался по проезжей части в сторону Кукуевки. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом левой локтевой кости со смещением. В Ярцево полицейские задержали троих граждан, которые в течение полугода под различными предлогами вымогали денежные средства у местного жителя. Подробности далее. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемые с начала 2016 года вымогали деньги у потерпевшего. Его знакомая, жительница Ярцева, 1995 года рождения, потребовала у мужчины 35 тысяч рублей за уклонение от административной ответственности, потом ещё 10 тысяч за помощь в снятии водительского удостоверения из розыска. Злоумышленница пользовалась автомобилем потерпевшего и обещала машину вернуть только после того, как он заплатит 30 тысяч рублей. Мужчина передал необходимую сумму знакомой, однако злоумышленники потребовали ещё 70 тысяч. Только после этого мужчина обратился за помощью в полицию. После комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых – знакомая потерпевшего и двое местных жителей 1991 и 1996 годов рождения. В отношении подозреваемых следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона. Специалисты ветлаборатории Десногорска исследовали 85 партий ягод на радиацию. Из них 48 – черники. Положительных проб нет. Также исследованы 7 партий арбузов и 4 партий дынь на нитраты. Проверенная продукция пригодна к употреблению. Переходим к новостям спорта. 30 июля сильнейшие спортсмены со всей Смоленщины боролись за победу в открытом первенстве Смоленской АЭС по пляжному волейболу. Как прошли соревнования и каковы лучшие результаты, расскажем в нашем сюжете. 32 команды из Смоленска, Дорогобужа, Сафонова, Рославля и Десногорска в восьмой раз приехали на открытые волейбольные площадки за ФОКом. В волейбол играю уже больше 30 лет. В детстве, в молодости попробовал. Спорт понравился. Начал участвовать, выступать. Эти соревнования традиционно собирают много любителей пляжного волейбола. На площадках царит спортивный дух и дружеская атмосфера. Мне очень нравится здесь. Погода отличная. Коллектив хороший. Здорово все. На позитиве все. Очень приятно играть на песке, под солнышком. Немного поковыряться, как говорится. Поэтому все здорово. Приходите играть в пляжный волейбол. Стоит отметить, что классический волейбол значительно отличается от пляжного. Самое главное – это, конечно, в первую очередь условиям проведения, правилами, которые соответствуют пляжному волейболу, количеством человек, находящимся на площадке. Ну, и самой главной техникой, конечно. Среди юниоров лучший результат показали десногорцы Владимир Цупов и Владимир Ковалев. Среди женщин 18-35 лет первое место заняли Ксения Вавилова и Александра Василькова из Сафонова. В категории 36-45 лет лучшими стали смолянки Наталья Манькова и Людмила Кузьминкова. Среди женщин старшей возрастной категории победила сборная команда Анна Нихолина из Десногорска и Людмила Михеева, представляющая Смоленск. У мужчин 18-35 лет на первой ступеньке пьедестала также сборная команда Константин Ефременков – Десногорск и Алексей Ковиченков – Смоленск. В старшей возрастной группе победили смоляне Виктор Глебов и Алексей Котлеров. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами. 6 августа в Генино пройдёт традиционный кросс «Берёзка». Организаторы приглашают спортсменов и любителей принять участие в соревнованиях. Начало в 11 часов. Зарегистрироваться можно за час до старта. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-ТВ.ру. Хороших вам выходных. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова